Энергия, скажем, начала сыроедить, например, ты рынки не развернул, но ты как-то так все вывернул, все в свою пользу. Вот в 2016 год я очень много сыроедил, в 2016 год у меня самый успешный, наверное, был и в трейдинге, и в жизни, кучу всего повидал там и поездил туда-сюда. Потом перестал сыроедить, я в конце года подводил же итоги, что не очень хорошо, могло бы быть намного лучше. А почему завязались с сыроедением, как это произошло? Ну, когда ты ездишь, путешествуешь, ну, всякие вкусняшки попробуют, в одной стране там одно кушают какое-то национальное блюдо, то, что ты у себя в России не попробуешь, не поешь, и в другой стране там другое, просто глупо будет, если ты приехал в какую страну, где готовят там, не знаю, самых вкусных омаров, например, нагрели, поджарили, а ты будешь давиться ананасами с яблоками, ну, это как-то нелепо будет, весь мир проезжать и кушать одно и то же. Только поэтому это было временное решение бросить сыроедство, ну, оно как-то приелось, некогда было возвращаться к сыроедству, некогда и не хочется. Это перебороть надо себя. Когда начинаешь сыроедить, первое время очень тяжело, в том плане, когда ты отказываешь, не то, что психологически, но тебя постоянно давит, чисто физически, ну, происходят некоторые изменения, помимо потери веса, происходит, если есть какие-то болячки, у меня, скажем, ангина часто выскакивала, как только начинаю сыроедить после перерыва, у меня обязательно ангина выскакивает. Ну, и энергии в некоторое время не хватает. Ну, спать хочется. Вот сегодня днем утром встал, поторговал, потом все, прилег, чуть-чуть приезжал. Так вот, ну, сложно это, но оно того стоит. Чтобы, вот кто-то, наверное, думает, зачем сыроедить, для чего это? Вот помните, наверное, фильм «Область титмы» называется. Там человек принимал таблеточку ЛЗТ, благодаря которому по задумке режиссеров фильма мозг работает на 2%, а принять ЛЗТ он работает на 100%, все когда-либо что-то видел, он это все вспоминает, все может. То есть нет ничего невозможного там, и буквально, да, пару часов выучивают иностранные языки, по сюжету фильма он за пару часов освоил рынки, там поднялся и так далее. ЛЗТ, конечно, не существует, но сыроедство – это ЛЗТ реальный. Он не даст тебе возможность выучить за пару часов, за пару дней иностранный язык. Но если сравнивать, скажем, иностранный язык ты можешь выучить за пару месяцев, на сыроедстве ты можешь выучить за пару недель. Освобождается очень много энергии. И на самом деле люди вот не знают, вот они, каждый вот, вы тоже, Игорь Николаевич, думаете, то, что вы здоровы абсолютно, и любой вот, скажем, 20-летнего тормознуть, он считает себя здоровым. Но это все обманчиво, потому что они не знают, что такое здоровье, каким на самом деле здоровым человек может быть. Я вот сам тоже сейчас смотрю на себя, думаю, ну, я здоров, вроде и пробежаться могу, там, и штангу потягать. Но я знаю, что это не так. Потому что я помню, что такое здоровье. Когда вот я сыроедел, когда, ну, энергии хоть отбавляй. И самое главное, наверное, постоянный позитив. То есть ни в какой ситуации не унываешь. Любую ситуацию оборачиваешь в свою пользу. Вот так вот. Я стараюсь. Тяжело, очень тяжело. Руслан, я вижу, что у вас в вашей философии сыроедение воспринимается как основа успеха в жизни и трейдинге. А в здоровом теле здоровый дух. Если человек болеет чисто физически, ну, то у него неважно, там, трейдингом, не трейдингом занимается. У него не будут, не будут дела, не знаю, как сказать, коэффициент полезного действия, там, близкий к 100%. Ну, у него будет максимум, там, на 10%, на 20%. Потому что очень много времени тратится на поддержание здоровья. Ну, и там голова заболела, ой, там, не выспался, еще что-то. А если ты сыроедешь, ну, берешься за любое дело, в принципе, ты знаешь, что ты его закончишь. Дело не в сыроедстве, дело в ощущении себя, в ощущении организма, своего тела. Очень много энергии. Это подобно тому, как отмотать с десяток лет назад, до того, когда ты первый раз закурил сигарету, первый раз попробовал кофе или алкоголь. Когда у тебя организм абсолютно чист, и он работает так, как надо. Сейчас же, вот, китайцы, как попало, я, допустим, ну, большая жертва кока-колы. Я просто обожаю ее, это на самом деле наркотик. Макдональдс, там, суши, роллы там на заказ. И вот это все себя пихая, организм очень много тратит энергии на то, чтобы переработать это, как-то получить с этого энергию и вывести. Плюс какие-то болезни постоянно, ну, какие-то скрытые, может быть, там, скрытые воспалительные процессы. Организм постоянно приходится тратить энергию на борьбу с этим. Поэтому у нас мало энергии, поэтому нам лень. Вот у нас, уверен, то, что на этом стриме очень много людей, кто так или иначе торгует, но в то же время, может быть, неуспешно, может быть, что-то не получается. Они думают, что существует какой-то Граль, какая-то суперсистема, которую он не знает, но с помощью нее можно научиться торговать. Научиться торговать прибыльно, точнее, вывести свою торговлю в прибыль. На самом деле Граль – это трейдер сам, сам по себе. Вот на самом деле сидят просто вот трейдеры, вот слушатели, кто ищет, где у кого что стырить, какую систему, где что подглядеть, они ничего не получат по одной простой причине. Они очень много времени тратят просто на халяву. Это сидеть, как раздвинув очи, и вдруг что-то проплывет, вдруг что-то увидит. А ведь если им дать энергии очень много, вот они сейчас заряжены на 10%, им едва ее хватает на поддержание текущих процессов, текущего существования, существования и совершения. А если их зарядить на 100%, они перестанут что-то выискивать, что-то искать, они пойдут сами с войной перелопатливать все. Я когда начинал в свое время трейдерить, да, я пробовал также у кого-то что-то поглядеть и так далее, но если Граль – это сам человек, то можно просто во всем разобраться самому. Можно потратить день, ночь, несколько дней, неделю, месяц, год просто для того, чтобы изучить, как все торгуют и постепенно отсекать все лишнее. То, что не нравится, то, что не приносит нужного эффекта и то, у чего очень низкий коэффициент полезного действия. Однако же, насколько я знаю, мало трейдеров, которые владеют всеми техниками и всеми знаниями, которые выложены в открытый доступ. То есть это и по волнам разбираться, и по силам разбираться, все фигуры классического анализа, паттерны, гипы, каналы, клины и так далее, свечной анализ, кластерный анализ, фрактальный анализ. Да очень много его. Но чтобы добиться чего-то, надо, наверное, хотя бы всем этим овладеть, это все изучить. Вот когда ты изучишь это все, тогда уже можешь все, методом проб и ошибок, при условии, если у тебя аналитический склад ума, наконец-то понять, что работает, а что нет. Ясненько. Поняли вас, Александр? Давайте посмотрим. Это, Игорь Николаевич, дело в лени, наверное. Если не хватает энергии, человек лениться начинает. Ну, лень – это как бы не порог мозга. Лень – это защитная функция организма. Когда человеку не хватает энергии, человек хочет заняться обучением, ему как-то лень. Просто организм ему говорит, да подожди, Серег, куда-то вот сейчас энергию ты будешь тратить. Нам и так ее не хватает. Нам нужно вот здесь чуть-чуть подчиниться, вот здесь токсины вывести, здесь с воспалением побороться. То есть, чтобы, не знаю, чтобы добиться вот успеха, если вот стоишь на месте, надо что-то менять кардинально. Ясненько. Поделаю вас, Руслан. Спасибо. Я вижу комментарии. Оксана пишет, поддерживаю слова Руслана, когда живешь в Таиланде и питаешься здоровой едой, другой человек. Иван пишет, какое глубокое самособлуждение. Вот видите, две противоположные точки зрения. А давайте послушаем наших друзей. Оксана, вы серьезно это сказали или вы настролитесь с Русланом? Добрый день. Добрый день. Нет, абсолютно серьезно. Я просто тоже поклонник Таиланда, как и Руслан. Да, действительно. То есть, то, что мы едим, это отражение нашего настроения, нашей работы головного мозга. Элементарно это даже на детях. То есть, если ты ребенка своего правильной пищей кормишь, то он и учится лучше. Понимаешь? Если ты ему там в портфель не гамбургеры ложишь, и бутерброды с колбасой, а там орешки, курагу там. То есть, он, ну, это проверено, ну, собственно. Ну, то есть, ну, если бы это к питанию. То есть, я... Сыроедение, это вещь. То есть, просто мы живем в таком климате, что у нас выбор-то такой достаточно скромный. Ясно, Оксана. Спасибо большое вам за вашу точку зрения. Так что, коллеги, у вас уже... Оксана правильно говорит? То, что ты то, что ты ешь. Да, ты то, что ты ешь. Совершенно верно, да. Я понял. То есть, если есть много сладкого, появляется агрессия там на ближних, ну, то есть, нужно... Коллеги, я вот с вами не соглашусь. Если ты то, что ты ешь, то перед нами, рядом с Русланом, очень очаровательная корова. Потому что больше, чем это животное любит молоко, я такого другого животного не знаю. Нет, он молоко не кушает, но вообще не любит. Он зажрался просто. Вот как-то он приболел, при смерти был. Ну, уже умер практически. Я ему говорю, как бы, обед такой, да, если ты выкарабкаешься, я тебя неделька покормлю чисто дорогой вкусняшкой. Ну, это же жидкий корм. Ну, неделя затянулась на всю жизнь. Он отказывается обычной пищи кушать. Он порой даже питается дороже, чем мы с женой. Вот так вышло. Ну, он жизни 4, наверное, израсходовал. 7 же жизни у кошек. 4 израсходовал уже. Я понял. Пару клинических смертей было у него. Я понял. Не, ну, красавец. Раскошное тело такое, глаза зеленые. Красавец. Это красавец или красавец? Красавец. Любимчик. Как зовут? Ну, он Димон. Димон, тоже хорошо. Он сам нас нашел. Где его не брали, просто случайно на улице встретили. Я понял. Руслан, кто вам подорвал сейчас какие-то вещи? Это супруга была? Да, с магазина пришла, карточку вернула. Я понял. А приглашайте ее в эфир, я хочу с ней познакомиться. Да? Давайте, давайте, давайте. Давайте знакомиться. Давайте, хватит. Вот так. Да что же это такое? Я даже... Эльвира! Нет, просто есть. Идите сюда, идите сюда. Все свои. У нас тут семья. Приветствуем вас. Приветствуем вас. Давай поближе просто. Я подвинусь. Эльвира, мы, у нас тут одна семья, и мы как бы, у каждого свое мнение о другом человеке. Расскажите нам честно, что вы думаете о своем муже? Какой он человек? Он самый лучший. Какой еще может быть, раз он уж мой супруг. Соответственно, он самый лучший. Я понял. Как я вам говорю, крутой самый. Здорово, здорово. Эльвира, вы ему помогаете в работе или мешаете? Какое у вас, вот так сказать, на какое у вас отношение? Я ему никогда не мешаю. Даже когда ночью работает. Вот так вот. А он часто работает ночью? Часто засиживается? Ну, бывает. В зависимости от рынка. Я понял. Эльвира, на кого вы сами учитесь? На финансиста-трейдера, я думаю, нет? Я отручитель английского языка. Серьезно? Да. Здорово, здорово. Так у нас Руслан должен знать английский просто на пять с плюсом. Да, я же с Соросом договаривался. Он же приходил к вам. Я не знаю, у меня тогда времени не было. Не заходил. Я сам, по-моему, Михаил Христунов с Соросом говорил. Какие-то инсайды у него выведены относительно криптовалюты. Ясненько, хорошо. Эльвира, что вы готовите? Какое любимое блюдо у Руслана, которое вы готовите? Любимое? Да. Ну, мясо любит. Стейки любит. Стейки, поджаренные. Да. Понятно. Ну, ты любит. Что, что? Ну, что-нибудь салонкое. Я понял. Стейки какие он любит? Сильно прожаренные, медиум, рэр? Медиум? Медиум. Я понял. Какой гарнир у него любимый? Гарнир? А? Рожки, наверное. Тушеная капуста. Да, капуста тушеная. Понимаете, мы потихонечку переходим в другой формат передачи. Не угадала, Эльвира, не угадала. Я, кстати, тоже обожаю тушеную капусту. Какой-то уникальный продукт. Я его могу есть в любое время, в любом количестве. Ну, да. Вещь хорошая. Только потом, если много переесть его, с желудком проблема. Ну, да. Ну, либо проблема у окружающих, потому что у тебя проблемы с желудком. Творог и капуста – это два продукта, если вдруг кто не знает, которые пучат, так сказать, газообразование сильное происходит. Ну, да. Ну, можно потом на кошака скинуть. Что-что? Я говорю, можно потом на кошака скинуть. А, ну, зачем? Пусть он будет. Да, ну, почему он еще? Да, да, да. Ясненько, ясненько. Вера, что вы сами в жизни любите? Чем увлекаетесь? Какие у вас хобби? Хобби Руслана мы знаем путешествия. У вас тоже явно это хобби есть. Ну, да, конечно. Ну, это одно большое хобби на двоих. Как можно? Мечта всей жизни, наверное. Одна на двоих жить в путешествии. Да. Вот если была бы у вас яхта, вы бы отправились с Русланом в кругосветное путешествие? Конечно. Серьезно? Конечно, без вариантов отправились бы. Да хоть завтра. Послушайте. Если вы нам подарите сегодня яхту, мы завтра отправимся и будем вам дам. И ящики снимать. А успеете собраться за 6 часов? Успеете собраться? Да, конечно. Что там собираться? Какая. Собраться можно и часа за 2. Шикарно, шикарно. Моя жена собирается минимум 2 недели, поэтому я Руслану искренне завидую. Ну, тут уже, да, от человека зависит, как он Лешкина подъем. Здорово, здорово. А девчачьи хобби есть у вас какие-то? Крестиком вышивать? Танцы люблю. Занимаетесь? Получилось походить куда-нибудь на танцы, на занятия? Ну, я разными занималась. Ну, вот последнее, как бы, влечение, это была латина, латинский танцы. Там такие зажигательные ритмы все, да? Ну, да. Сейчас вот в тренажерку пока ходим вместе. А, так вы вместе с ним ходите в тренажерку? Да. А Руслан нам не рассказывал про это. Я говорю, я штангу погнул. Штангу погнул, бицуху перекачал. Нет, вы говорили, что пошел в тренажерку, а то, что с женой пошел, не рассказывали. А, так мы вместе сюда ходим? Я понял, но мы же не знали этого. Понятно, понятно. Илья, какая у вас мечта в жизни? Вот с чего вы хотели бы в этом году, чтобы произошло вот такое вот прям сокровенное для вас? Было бы очень важно. Вот у меня сразу скажу, у меня мечта получить патент. А у вас? Ну, наверное, отправиться на зимовку в теплые страны какие-нибудь. То есть так, чтобы в ноябре уехать? В нашу зиму. Чтобы в ноябре уехать, в марте вернуться, да? Да. Довольная. А как у вас учеба? Вам же нельзя надолго настолько уезжать. Так я же уже заканчиваю. А, вот вы уже сейчас диплом сидела? Да, да. Я понял, я понял. Пока на зимовку не уехали, уже рабочее место себе присмотрели где-нибудь в Уфе? Нет, пока. Я понял. Ну, Уфа все-таки миллионник город, там все-таки есть где поискать, так что я думаю, все будет хорошо. Ну да. Ясненько. Как вы относитесь к тому, что Руслан участвует в работе Ютрейд ТВ нормально? Не кажется странным, что он сидит, что-то с кем-то разговаривает? Потому что некоторые жены реагируют странно на это. Некоторые жены запрещают. Говорят, что у вас там за секция такая? Секта? Прикольное определение. Да я нормально отношусь. Главное, что ему самому это нравится. Обычно, если ему не нравится, он это не делает, его и не заставишь. Понятно, понятно, понял вас. Эльвира, спасибо огромное. Было очень приятно с вами познакомиться. Так что счастья вам, удачи, успешного окончания вуза. Спасибо, и вам удачи получить патент. Спасибо большое. До свидания. Так, друзья, у каждого из вас своя мечта. И очень важно, что в 2017 году очень слегка исполнения всех мечт. Руслан, спасибо вам большое за рассказ о своей жизни, об отношении к жизни, о сыроедении. Я думаю, многие из нас открыли это явление заново. Я, кстати, не думал, что вот так вот, прям такое большое влияние вы, так сказать, оказываете. Обычно для меня сыроедение это, ой, тут закололо, там закололо, надо поменьше мяса есть, надо сыроедением заниматься. А у вас... Нет, сыроедение это клевая вещь. Просто сложно начать. Сложно начать и продержаться. Да, многие вещи же все сложно начать. Всегда какие-то проблемы вначале бывают, за что бы ты ни взялся. И вот Оксана еще тут спрашивала, когда дети будут. Как только, так сразу. Ну, дело в том, что у меня и у супруги более западные, склад ума. То есть не так вот все, женились и надо сразу потомство делать. Там же как принято. После 30 вообще детей заводят. Когда полностью реализовали, реализовались, получили то, что хотели жизни, мир повидали. Тогда уже и, как говорится, выпуск себе подобных происходит. Ау? Да, может быть... Нет, я говорить не буду. Ну, скорее всего, рожать, может быть, не здесь будем. Ну, понятно. Сейчас многие это делают, пойду, да? Это не что-то прям удивительное. В этом тоже есть. Ясник, Руслан, поняли вас? Спасибо вам огромное. Хорошего вам дня сегодня. И надеюсь, что сегодняшний день, 17 апреля, будет для вас удачно. Хорошего дня. Спасибо. Взаимно. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...